Бобруйск – один из крупных промышленных центров Беларуси. Белшина, Красный пищевик, Бобруйск, Агромаш. Продукцию наших предприятий знают не только в Синеокой, но и далеко за пределами республики. Доказательство тому – города-побратимы. Один из них – Нарафаминск. Даже расстояние 546 километров – не помеха для плодотворного сотрудничества. Культурные, торговые и экономические сферы, которые стоят на лидирующих позициях в отношениях между Бобруйском и Нарафаминском. Ежегодно товарооборот между побратимами увеличивается на миллионы рублей. Но, как уверяют представители власти, это далеко не предел. Для того, чтобы повысить качество сотрудничества и был организован телемост. К счастью, современные технологии позволяют не замечать расстояние в более чем пять сотен километров. Поэтому вот такое взаимодействие, оно интересно. Это, конечно, специальное взаимодействие, это точные детали. Кожевины, мясокомбинат и машиностроительный завод. Во время диалога присутствовали руководители крупнейших предприятий города. Телемост позволил не только сверить часы по многим вопросам, но и конкретно договориться о шагах, которые позволят еще более тесно сотрудничать в торгово-экономических сферах. На заседании обсудили также и взаимодействие в культуре, спорте и туризме. Появилась такая идея вместе с торгово-промышленной палатой города Нарафаминска о том, чтобы начать сотрудничество в торгово-экономической сфере. Мы об этом уже говорили до этого, была у нас предварительная встреча такая, но вот сегодняшнее мероприятие, оно было хорошо подготовлено и с двух сторон приняло участие достаточно много заинтересованных лиц. Общение в формате телемоста прошло впервые, но все без исключения присутствующие выразили желание, чтобы подобные встречи стали традиционными. Ведь Бобруйск и Нарафаминск связывает давняя дружба, которая должна стать еще более крепкой и экономически выгодной для обеих сторон. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.